Добрый вечер в эфире телевидения Электрогорска в студии Ольга Костина с итоговым выпуском новостей. О главных событиях, произошедших на уходящей неделе, мы расскажем прямо сейчас. Последний рабочий обход по городу в уходящем 2017 году вместе со своими заместителями совершил глава города Денис Семенов. На что обратил внимание глава города в завершающем обходе, смотрите в следующем сюжете. Очередной объезд городской территории прошел с участием заместителя главы администрации Максима Коробкова и Людмилы Шапар, директора управляющей компании Ленком Александра Матюшина, директора МБУ Дорожное хозяйство Микаэла Казакова. Коллеги, сегодня у нас план задач проверить работу по светлому городу. Вот у нас ряд адресов, которые необходимо проехать. Уборка и подготовка к Новому году объектов культуры. По образованию меня интересуют катки и уборка и обработка песко-смеси в сигнале дохода подъезда. Также глава города на этой неделе проверил ход работ по строительству жилого дома на улице Ленина. На первом этаже закончили работу по плавке все? Нет, и чем? А когда закончится? Заканчивается, да. Просто обеда они собирались. Где-то сегодня к вечеру. Да. Да, сейчас перебиву. Строительство дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда идет полным ходом. На объекте работает высокопрофессиональная бригада строителей. Все намеченное выполняется строго по графику. Позавчера у нас было залито оставшиеся перекрытия второго этажа. Сейчас идет набор вертикальных конструкций входных групп третьего этажа. Собирается палуба третьего этажа. И, в принципе, мы планируем до 30-го, если, так сказать, нас не подведет погода, планируем до 30-го декабря осуществить заливку палубы третьего этажа. И параллельно проводятся работы, соответственно, после демонтажа стоек палубы второго этажа. Будем производить работу уже по монтажу перегородок, проведению отопления, водоснабжения по второму этажу. Прямой эфир главы города Дениса Семенова состоялся на канале ТВЛ в среду 20 декабря. О чем рассказал глава города и какие вопросы задали ему жители, смотрите в репортаже моих коллег. Аварийное отключение электричества стало причиной переноса трансляции прямого эфира главы города с жителями. Начало диалога перенеслось позже, на целых полчаса. Но, несмотря на это, в 7 вечера в студии стали поступать звонки жителей. По информации энергетиков, в течение ближайших часов электроснабжение будет восстановлено. Сегодня в нашей студии глава города в прямом эфире Денис Олегович. Здравствуйте. Добрый вечер. Более 10 человек позвонили в студию и попросили помощи в решении тех или иных вопросов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Денис Олегович, это Нина Николаевна из улицы Ленина, дом 36. Нам поставили фонари в подъездах. Ну, отремонтировали хорошо, мы довольны. Но дело в том, что поставили сейчас фонари, мы не знаем, как ими пользоваться. Нужно что-то стучать ногами, нужно хлопать в ладоши. И что за фонари такие. Я пришла из больницы, я не могла найти в подъезде темно, я не могла ключ воткнуть. Я вся изнервничалась. И второй вопрос еще у меня. Я хожу к дочке на Ленина, 48. У них входные двери с Пионерской улицы. И там такая темень, там стоп стоит, но освещения нет. Я еще звонила, когда у нас еще Красавин был. Вроде поставят свет, а света до сих пор нет. И я поэтому не хожу. Они меня приглашают, я не пойду, потому что там я сейчас вся разобьюся. Вообще темень ужасная. А стоп стоит. 48 дом, улица Ленина. Ну что касается освещения в подъездах, это подъезд был отремонтирован по программе капитального ремонта подъездов. И одно из условий это как раз замена освещения. И вот новые светильники, которые восстанавливают, они, так скажем, со светоакустическими датчиками, которые либо на низкую освещенность включаются, либо на, так скажем, на акустику. В данном случае, я думаю, либо оборудование не настроено, либо просто бракованное. Если человек проходит по подъезду, датчики его не чувствуют и включаются только тогда, когда он уже хлопнул дверь и зашел в квартиру. То есть это явная несправность оборудования. Управляющей компанией передадим вашу просьбу и обязательно отремонтируем. Во время эфира голова рассказал о работе, проделанной в городе в рамках программы «Светлый город», благоустройство дворовых территорий, о предстоящих городских новогодних мероприятиях. Каков адресный перечень территорий Электрогорска, которые будут включены в программу комплексного благоустройства на следующий год? Анна, я знаю, что это вопрос такой животрепещущий для наших жителей, особенно там, где не сделано комплексное благоустройство. Мы закончили программу в размере семи дворовых территорий комплексного благоустройства, навели порядок в этом году. На следующий год мы, учитывая мнение жителей и учитывая голосование на портале Добродел, подготовили уже адресный перечень и схемы, что и чем мы будем заниматься сразу при проведении конкурсных процедур. Поделился глава города с телезрителями и личным. Рассказал о том, как планирует отмечать Новый год со своей семьей и какие подарки подготовил для родных и близких. Самое главное и самое большое желание – это, конечно, проводить больше времени с семьей, с любимой супругой, с дочкой. Я думаю, что, к сожалению, вряд ли это получится, потому что, видите, какой график работы. И будем стараться, чтобы на работе получалось, и чтобы дома внимания хватало тоже родным и близким. Проводим, встречаем Новый год традиционно в семье родных, близких. В прошлом году встречали дома у тещи, в этом году дома у нас встречаем. Все просьбы, поступившие от жителей, взяты на контроль до их исполнения. Есть у нас вопрос один в ВКонтакте, поступил от Вячеслава. Когда стоит ждать стабильного наличия электроэнергии в городе, и в частности на улице Ухтомского? Уже с августа по сей день стабильно 2-3 раза в месяц нет электричества, а за последнюю неделю рекорд 3 раза в неделю. Да, это действительно сложный вопрос. Дело в том, что я буквально недавно разбирался, когда было недавно еще отключение, как раз микрорайон улицы Юго-Западная, Ухтомского, ночные отключения. Там в данном случае проблема была в том, что проводили модернизацию и замену оборудования на одной из больших подстанций распределительных в Электрогорске. И, по крайней мере, для меня непонятно, почему новое оборудование вышло из строя, и в связи с этим произошло техническое отключение, технологический сбой. Конкретно в сегодняшнем случае, сегодняшнее отключение связано с тем, что сработала защита на станции ГРЭС номер 3, защита от перегрузки напряжения тока. То есть большое потребление было. Сейчас энергетики в данном случае занимаются для того, чтобы запустить, перезапустить оборудование, найти причину, почему так произошло, и уже в постоянную систему вести. Но для меня это тоже такой же беспокойный вопрос, как и для, я так понимаю, молодой человек задал вопрос. То есть мы в ближайшее время будем проводить с Игорем Геннадьевичем Чекановым, с руководством Электрогорского и Электростальского филиала МОСОБЛЭНЕРГО совещание и беседу для того, чтобы выявить причины вот таких частых переключений. Так как этот эфир стал в уходящем году последним, то глава города поздравил всех телезрителей с наступающим Новым Годом. С наступлением зимы Госадомтехнадзор приступает к усиленным проверкам качества зимней уборки территорий муниципальных образований Московской области. Своевременная и качественная обработка дорог, улиц, дворовых проездов, пешеходных тротуаров, противогололедными материалами-реагентами это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Поэтому при первых проявлениях гололеда и выпадении снега весь инспекторский состав ведомства переключается на надзор за выполнением требований по зимней уборке. Не стал исключением и наш город. После снегопада инспекторы Госадомтехнадзора проверили состояние городских дорог и тротуаров. Государственным административно-техническим надзором и территориальным отделом по городскому округу Электрогорск совместно с администрацией сегодня проведен объезд в рамках специализированной операции «Снегопад». Ну, намечается положительная тенденция в зимней уборке. Все замечания, которые были выявлены на прошлом объезде, приняты управляющей компанией. Сегодня уже все мероприятия зимней уборки выполнены. То есть практически 90% внутридворовых проездов, пешеходные дорожки, тротуары. Ну, единственный вопрос у нас возникает к своевременности и качеству уборки территории, прилегающей к торговым объектам. Все нарушения нами выявлены, будут возбуждены административные дела. Предписания и исполнения мы их возьмем на жесткий контроль. Близятся новогодние праздники. Хотите рассказать, где можно купить необычные подарки, красивый наряд, вкусные угощения, где можно сделать модную стрижку, купить абонемент в фитнес? Вам есть что предложить? А может, именно вы проводите акции, устраиваете распродажи и готовы порадовать приятной скидкой? Разместите рекламу на канале ТВЛ. О вашем товаре узнают все. Заказ объявлений по телефону 3-24-43-502-15. Мы хотим, чтобы вас увидели. Сотрудники администрации провели встречу с жителями, посвященную итогам реализации программы комплексного благоустройства. Жильцам показали план работы, согласовали все необходимые детали, ответили на интересующие вопросы. Подробные информации мы теряли коллег. Инициатива жителей благоустроить собственные дворы активно поддерживается руководством города. На минувшей неделе электрогорцы поучаствовали в публичных слушаниях по поводу реализации программы комплексного благоустройства дворовых территорий в городе. Сотрудники администрации организовали встречи по тем адресам, где будет произведено благоустройство в следующем году. Сегодня проходили общественные слушания в тех дворах, в которых предусмотрено в 2018 году комплексное благоустройство. На слушаниях жителям был показан примерный план, схема с расположения парковочных мест новых, с ремонтом проездов, где что будет делаться, жителям показали. Уже в начале 2018-го специалисты начнут воплощать утвержденные проекты в жизнь. Увеличение количества парковочных мест, асфальтирование проезда и пешеходной зоны, спил аварийных деревьев, установка детских площадок, а также насущный вопрос об освещении придомовой территории. Эти и многие другие вопросы были на повестке дня. За несколько дней до предполагаемых встреч на каждом подъезде были развешены листовки с приглашением на слушание. Явка, к сожалению, оказалась невысокой. В целом жители остались довольны. Единственное, что огорчило нас, как сотрудников администрации, небольшая явка жителей. Так как основной посыл нашей сегодняшней встречи, чтобы учесть пожелания жителей. То есть мы показываем им, если жители какие-то делают нам замечания, мы эти замечания учитываем и при производстве работ уже, соответственно, поправляем. Тем не менее, вся информация будет доведена до остальных жильцов через старших по дому. Сотрудники администрации предоставили присутствующим эскизный проект и выслужили предложение. Для того, чтобы закрепить мнение жителей, они ставили свои подписи в специальных актах. Ввиду того, что явка, как повторюсь, уже у нас была небольшая, бланки были переданы старшим по дому, для того, чтобы они показали своим соседям, как будет что выглядеть, для того, чтобы собрали подписи, чтобы мы могли убедиться в том, что всех жителей данных домов устраивает тот план действий, который мы им предлагаем. Салюты, петарды, хлопушки, пиротехника – широкий ассортимент фейерверков на Новый год, свадьбу и праздники в салоне цветов Флорена от недорогих ракет и бенгальских огней до крупных батарей салютов. В продаже имеются детские игрушки, сувениры, праздничная продукция. При заказе на сумму от 10 тысяч рублей – подарок от салона. Сделайте незабываемый сюрприз близким. У нас вы найдете все, что необходимо. Ждем вас по адресу. Город Электрогорск, улица Коржановского, дом 16. Работаем круглосуточно. Салон цветов Флорена. В самый короткий день в году, 22 декабря, наша страна празднует День работников энергетики. Это один из самых светлых в прямом смысле слова праздника в году. Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики и комфорт, и тепло, и свет в домах множества людей. Ваша задача – давать миру тепло и уют, дарить людям свет, обеспечивать комфорт. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья на долгие счастливые годы, напряженных, но очень успешных трудовых будней, безграничных возможностей в любимой сфере, огромных перспектив развития и совершенствования, бесперебойной работы всех важных линий и объектов энергоснабжения. Внимание абонентов сети «Навигатор Плюс». Просим вас срочно погасить имеющуюся задолженность за предоставленные услуги в случае неуплаты – отключения. Ждем вас по адресу улица Ухтомского, дом 9, справки по телефону 3-24-43. Начни Новый год без старых долгов. В мире насчитывается примерно 1 миллиард людей с нарушениями психического и физического развития. В России число инвалидов неукоснительно растет. Сейчас и около 12 миллионов человек. Это значит, что из 100 человек 10 являются инвалидами. Ежегодно в России рождается 50 тысяч инвалидов детства. Тяжело к старости стать инвалидом, а еще тяжелее быть им с самого рождения. Ведь в детские годы ребенок постигает и учится очень многому, а инвалидность становится огромным барьером к развитию маленького человека. Именно поэтому повсеместно для особенных детей стали создавать реабилитационные центры, в которых им и их семьям оказывается медицинская, социальная, психологическая помощь. Именно такой центр помощи особенным детям открылся в Электрогорске. Потому что в Электрогорске открывается такой комплексный центр для реабилитации с детишками, которые имеют ограниченные возможности. Это в первую очередь, по крайней мере, на мой взгляд, упростит жизнь для родителей. Родители будут реально видеть, как развиваются их дети, как они растут. И я хочу сказать, что чем больше таких центров будет в Московской области, да и в целом по стране, то тем больше будет уделяться внимания именно в такой сложной сфере, как развитие, адаптация детей и людей с ограниченными возможностями. Комплексный центр социального обслуживания населения, расположенный на улице Ленина, вошел в областную программу 9 мини-реабилитационных центров для детей-инвалидов. В первую очередь хочется поблагодарить, конечно, правительство Московской области и Министерство социального развития за ту работу, которая была проведена по открытию таких мини-реабилитационных центров. Открытие реабилитационного центра при управлении социальной защитой городского округа Павловский посад на территории городского округа Электрогорск, это лучшее доказательство того, что в одном благородном и правильном деле границ не существует. Границы стираются. И мы уже сегодня видим здесь детей из городского округа Павловский посад. Мы готовы всегда принимать детей городского округа Электрогорск на нашей территории и работать так, чтобы все это было на пользу нашим детям. Детям-инвалидам необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в целом. Только так они смогут понять, что они действительно нужны, что их действительно любят и понимают. Эти центры, прежде всего, предназначены для реабилитации детишек с ограниченными условиями здоровья. Здесь у нас детишки реабилитируются и аутисты, и ДЦПшники, и дети, которые отстают по зрению, по слуху. В общем, у них развитие не такое, как хотелось бы. В центрах работают у нас в Подмосковье профессиональные специалисты, которые делают все возможное, чтобы детей и готовить к школе, и вообще вливать их в наш социум, чтобы они чувствовали себя полноправными гражданами. Благодаря губернаторской программе создания мини-центров Московской области для оказания реабилитационных услуг детям с особенностями здоровья и финансированию регионального министерства социального развития в здании был проведен большой ремонт. В течение года действительно проведена большая работа по ремонту кровли, замене инженерных сетей, коммуникаций, также ремонту кабинетов, проходов. И очень много было сделано именно по созданию условий для детей с ограниченными возможностями. Огромное спасибо всему коллективу этого комплексного центра в лице директора Хану Ларис Михайловну, которая с душой и с полной ответственностью отнеслась здесь к всем детям, к родителям, взяла полную ответственность на себя вместе с Владимиром Анатольевичем Морозовым на контроле производства всех работ, успели все сделать качественно, в срок. И я уверен, что такое появление именно в таком формате и в таких условиях, как он сегодня открылся, этого комплексного центра, он принесет огромную пользу для детишек с ограниченными возможностями. Центр оборудован комнатой психологической разгрузки, специализированными помещениями для занятия спортом и социальной адаптацией. В учреждении работают квалифицированные специалисты – психолог, социолог, локопед, массажист. Те услуги мы оказываем для детей и из Электрогорска, и из Павловского посада, из любого другого региона. Отделение находится в шаговой доступности от остановки, от автобуса. Если кто-то приезжает на электричке, мы всегда готовы помочь и предоставить транспорт, чтобы с электрички детей вместе с родителями привезти к нам в отделение, чтобы они не ждали, не стояли автобуса. Поэтому я думаю, что всем семьям, детям и родителям будет очень удобно в нашем отделении. Для гостей такого знаменательного события была проведена ознакомительная экскурсия по центру. Для того, чтобы начать занятие, мы сначала проходим к нашим волшебным рыбкам. С рыбками мы поздороваемся, зададим какие-то вопросы и сможем получить на них ответы. Можно поднаблюдать также, как рыбка опускается. То есть каждый ребеночек следит за своей рыбкой. Пока взрослые знакомились с новым центром, ребята приготовили всем гостям в подарок новогодней открытки. Чем раньше ребенок-инвалид начнет получать квалифицированную помощь, тем больше появится шансов на то, что он станет полноценным гражданином нашего общества. Здесь все хорошо. А ты в школу еще ходишь, да? Да, я еще хожу и в школу. Тоже, как по времени после школы можно зайти домой, переодеться, покушать и иди сюда. Или можно со школы идти сюда прям сразу. Здесь и кормят, и поят. А физкультурой занимаешься или что-то делаешь, творишь? Ну, здесь, да, есть творческая мастерская. Вот, слоника слепили, тесто замешивали соленое. Ну, в общем, нравится тебе. Да. 9 декабря поисковый отряд «Восток» совместно с военно-патриотическим клубом «Гром» принял участие в уже ставшем традиционном мероприятии закрытии Московской областной вахты памяти. Событие было совмещено с реконструкцией контрнаступления. Подробнее об этом нам рассказал специалист по работе с молодежью Егор Черналов. Вахта памяти – это комплекс мероприятий, включающий в себя поисковые экспедиции, торжественные митинги, перезахоронение воинов, найденных поисковиками, патриотические акции, связанные с увековечиванием памяти погибших защитников Отечества. Акция проходит в Московской области ежегодно с апреля по ноябрь-декабрь. За простыми словами вахта памяти кроется труд тысяч молодых поисковиков и их наставников, которые проводят полевые экспедиции, ведут огромную работу в военных архивах. Поисковые отряды находят и возвращают имена воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Вот такая вот вещь. Бойца докопали. К сожалению, безымянный. Зато с ластиком. Да, резинка была стирательная. Стой, на еще. Линтовка, подворотничок, замок был. Это что это такое? 9 декабря электрогорцы побывали в подмосковном поселке Колюбакино Русского городского округа на церемонии закрытия Московской областной вахты памяти 2017. Участники церемонии почтили память воинов, отдавших свою жизнь за родину в годы войны. То есть это мероприятие уже традиционное, оно проводится из года в год, и на нем встречаются все поисковые объединения, поисковые отряды Московской области, патриотические организации, для того, чтобы подвести итоги поискового сезона, встретиться, наметить планы на новый сезон, и, то есть, закрыть, наградить грамотами, медалями отметившихся ребят. В этом году с поискового отряда «Восток» медалью за активную работу в поисковом движении были награждены двое наших поисковиков, это Требич Никита и Иванова Анастасия. В рамках закрытия вахты памяти в Колюбакино прошел военно-исторический фестиваль «Контрнаступление». Для гостей мероприятия работали интерактивные площадки. Желающие могли поучаствовать в мастер-классе по штыковому и рукопашному бою, пройти пулеметную школу, ознакомиться с работой зенитного расчета ПВО, научиться оказывать первую помощь в полевом госпитале, отведать солдатской каши, сфотографироваться на фоне военной техники. Ключевым событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция. В Московской области зарегистрировано 9 поисковых объединений, в состав которых входит около 1000 поисковиков. В 2017 году поисковыми отрядами было организовано и проведено более 200 экспедиций, поднято останки более 500 человек. У наших ребят большие планы на следующий год. Мы свою работу в этом году еще не планируем заканчивать. Как известно, у поисковиков весна, лето, осень – это работа в полях, лесах, а зима – это работа именно в архивах. И поэтому сейчас снег у нас ляжет, и мы углубимся именно в работу с документами, схемами, картами для того, чтобы быть полностью готовыми к весеннему поисковому сезону. Весенний поисковый сезон 2018 года для нас обещает быть самым таким масштабным, потому что вывозить мы планируем уже не 5 человек, не 10. То есть на данный момент у нас порядка 25-30 человек собирается ехать на весеннюю экспедицию в Тверскую область. В этом году мы начали сотрудничество с Орехово-Зуевским университетом ГГТУ, Государственный гуманитарно-технологический университет. В нем была создана ячейка поискового отряда, и на данный момент мы формируем актив, и уже весной ребята поедут с нами непосредственно в поля заниматься поисковой работой. Также в следующем году мы планируем заниматься еще в рамках именно поискового отряда реконструкции. Уже сейчас практически собран один комплект полностью формы, то есть реконструировать мы хотим расчет ампулометов. Это такое необычное в принципе направление в реконструкции именно периода Великой Отечественной войны. Присоединяться мы будем уже к созданному военно-историческому клубу 738-й стрелковый полк 134-й стрелковой дивизии, которая базируется в городе Пушкино. И ребята также входят в поисковое объединение «Плацдарм», собственно, где мы и состоим также. 18 электрогорцев, создавшие и воплотившие в нашу поседневную жизнь необычные и социально значимые проекты, удостоились ежегодной премии губернатора региона Андрея Воробьева «Наша Подмосковья». Телеканал ТВЛ начинает цикл сюжетов, которые расскажут о неравнодушных и социально активных людях, решивших принять участие в этом конкурсе, об их проектах, которые облегчают и украшают нашу повседневную жизнь, о тех, кто их поддерживал. Ну и, конечно, посвятим телезрителей о дальнейших планах победителей и узнаем, на что они потратят заслуженную награду. Несколько лет назад на базе лицея появилось и с каждым годом расширяет свои ряды необычное волонтерское объединение. Чем же оно необычно, спросите вы? А тем, что волонтерами в нем становятся обыкновенные мальчишки и девчонки вместе со своими родителями. Пятый год нашей акции, а всего шесть лет существует наше волонтерское объединение, которое занимается добрыми делами. И вот в этом году, пятый раз, мы проводим акцию «Новый год для каждого», которая также направлена на такую категорию людей. И вот можно обратить внимание, в фойе нашего лицея сейчас сбор подарков происходит для различных категорий. Очень активно принимают участие наши семьи лицея и также сотрудники. В этом году к нам подключается четвертый детский сад. В том году у нас три детских сада участвовали, в этом году уже четыре. То есть активно предприятия, организации, предприниматели, все принимают участие в этой акции. Ну, в общем, именно так. Несколько сотен человек на сегодняшний день зажглись одним делом – помогать нуждающимся, ребятам из детских домов, одиноким пожилым людям из домов престарелых. Мы собираем подарки, готовим представления для разных категорий. В основном это дети и пожилые люди, у которых есть проблемы со здоровьем. Посещаем их на дому, либо выезжаем в организации, готовим для них праздники, дарим подарки. И таким образом наши дети, участники этой акции, получают вот такую вот массу положительных эмоций и пытаются самоутвердиться. Еще много добрых дел на счету Копитошек. Праздники для девочки-инвалида, акции на городском бульваре, акция свеча памяти, мое почтение, праздники для ветеранов и инвалидов, открытие сквера памяти. Эта акция называется «Коробка храбрости». Мы начали проводить ее в прошлом году, провели очень успешно, потому что получили много благодарностей за такую акцию. Заключается она в том, что мы собираем небольшие сувениры, игрушки, раскраски, канцтовары для детей из онкобольницы. В том году мы побывали в городе Балашиха в онкологической больнице, подарили им эти коробки. И при проведении не очень приятных процедур, каждый ребенок получает небольшой подарок. То есть таким образом мы пытаемся хоть как-то облегчить жизнь ребят. Кропотливая, упорная, с падениями и взлетами, успехами и огорчениями. Работа волонтеров уже не один раз получает заслуженную награду. В прошлом году тот же самый проект выиграл на городском конкурсе гражданской инициативы, занял первое место. И в этом году уже с поддержкой такой мы решили заявить о себе на область. Много было у нас участников, нас очень хорошо поддержали родители детей, которые участвуют в наших акциях. Ну и в итоге вот заслуженная, я считаю, награда. Проект «Ради улыбки», представленный на конкурс, получил премию в номинации «Объединение». Документы мы собирали, в принципе, недолго, потому что у нас уже очень много наработок. Самое трудное было, наверное, привлечь участников, те, которые бы смогли зарегистрироваться на этом сайте. Но нам здесь очень помогли наши родители учащихся, которые видят работу своих детей, которые быстро откликнулись на нашу просьбу. И, в принципе, все нас поддержали. Поэтому всем будущим участникам акции всех этих премий хочется посоветовать, чтобы они не боялись трудностей, потому что я считаю, что лучшие, хорошие дела должны быть обязательно известны. Чем больше людей, тем лучше. Ну и, конечно, работа объединения на этом не закончится. Это как салют. За одним залпом идет другой, еще красивее и добрее. Часть денег у нас пойдет на атрибуты для наших праздников, и вторая половина, то есть большая часть, уйдет на благотворительность. А какую сумму вы выиграли? 200 тысяч рублей. Новые медиатехнологии прочно входят в нашу повседневную жизнь. Сейчас любому пользователю интернета можно, не выходя из дома, покорить необъятные мировые просторы с помощью сервиса «Вебкамера онлайн». Но, как говорят мудрые, все большое состоит из мелочей. Вот и жизнь нашего, электрогорского, небольшого в мировых масштабах лицея, подключилась к всеобщему потоку онлайн-видеосервису. Лицей стал одной из первых школ Московской области, в которой с этого года начались прямые многоканальные трансляции мероприятий, проводимых в стенах лицея. Наш проект связан с прямыми трансляциями лицейского телевидения. Мы решили таким образом привлечь родительскую общественность к участию в общешкольных мероприятиях, чтобы они могли из любой удобной точки смотреть трансляции, смотреть мероприятия с работы или дома, и таким образом участвовать в жизни лицея. Качественный и устойчивый видеосигнал прямых трансляций организован с помощью трех видеокамер, и сплоченной работы компаний увлеченных ребят. Мы подавали в номинацию команда, это от 15 человек, у нас действительно приблизительно столько людей задействовано в трансляциях. Поскольку трансляции были сделаны за собственный счет полностью, все оборудование приобреталось за личные средства, поэтому я думаю, что это было, наверное, ключевым моментом к тому, что нас поддержали на области, то, что мы эту премию получили. Практически с нуля ребята смогли не только освоить новые, пусть и не самое крутое оборудование, изучить программы, разобраться в паутине проводов, но и постарались сделать качество видеопотока хорошим и устойчивым. Конечно, это полностью сделали все школьники, но я им подсказывал, каким образом это должно быть устроено. Понятно, что финансирования никакого не было, поэтому это делалось как можно дешевле, поэтому изучали различные варианты. У нас сейчас все через аналог делается, потом цифруется, но надеемся, что приобретем новую плату захвата и качество будет получше. А особую актуальность интернет-трансляции приобретает во время значимых для ребят и их родителей праздников. Последний звонок, 1 сентября, выпускной бал, школьные театральные постановки. Родители как поддерживают? Какие отзывы были? Хорошо поддерживают, активно, часто смотрят, когда там 1 сентября, смотрят последний звонок, особенно актуально, выпускные, когда не умещаются просто родители в актовом зале, все желающие, поэтому кто-то, кто не попал, потому что не хватило места, или кто-то вообще находится где-нибудь там в Удмуртии, тоже оттуда смотрят, потом присылают комментарии. Очень активно родители в это включились, смотрят, большой рейтинг просмотров. Впереди у инициативной группы большие планы на проведение онлайн-трансляций не только школьных мероприятий, но и общегородских, проходящих зданий лицея, педагогических конференций, встреч с главой города, заседаний общественных организаций. Естественно, все эти деньги пойдут на улучшение качества трансляции, на оборудование дополнительное, у нас там проблемы были и с электричеством, сейчас будем проводить модернизацию электрической сети в трансляционной. Результатом этого проекта стала реальная возможность просмотра и онлайн-присутствия на школьных событиях. И дети, как самые главные участники проекта, в полной мере ощутили себя героями настоящего реалити-шоу, за которым наблюдают важные для них люди. Бездомные собаки представляют серьезную опасность для человека, начиная от переноса различных инфекций, вирусов и заболеваний до нападения. Чтобы свести к минимуму частоту подобных случаев, существует специальная организация по отлову животных, и одна из них сейчас ведет работу на территории Электрогорска. Очень часто в отдел ЖКХ администрации поступают сообщения от жителей с просьбой решить проблему с безнадзорными животными. Представитель Нагинского приюта приезжает в Электрогорск, чтобы произвести отлов собак. Как это происходит, посмотрим в нашем сюжете. За прошедшую неделю поступило пять обращений. Жители частных секторов и многоквартирных домов жалуются на стаи собак, которые лают, бегают, гоняют животных, гуляющих с хозяевами. А вот этот кобель, он мешает? Так его сейчас только палками гоняют, он в подъезд девочек не пускает. А, поняла, заберем сейчас. Он тут ходит, на всех кидает. А это частный сектор. Это мужчина сказал, он пускает его погулять, большого черного. А этого мы сейчас заберем. Работа по отлову безнадзорных животных проводится в Электрогорске еженедельно. Представителями Нагинского муниципального приюта совместно с сотрудниками отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации. С администрацией городского округа Электрогорск заключен контракт на год по отлову животных гуманным способом. Сегодня были совершены рейды по заявлениям жителей, произвели отлов животных. Далее животные поедут, их не усыпляют, не убивают, они поедут в приют. Там их вакцинируют, стерилизуют и по желанию. Ну, если нужно, вернем в места обитания. Сотрудник приюта дует в трубку, в которой находится шприц с ромитаром. Это лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для применения животным в качестве седативного, анестезирующего и миорелаксирующего средства. Шприц вылетает и попадает в собаку. После укола она убегает, и сотрудник следует за ней. Через 15-20 минут животное расслабляется, но не засыпает. Садится или ложится. Ее спокойно берут и сажают в машину. В результате рейда объехали улицы Калинина, Классона, Ухтомского, Горького и Корженовского. Было поймано три собаки, которые благополучно отправились в Ногинский приют. В Ногинский приют приезжают волонтеры. Они курируют собачек, следят за их здоровьем, пристраивают, выгуливают, пристраивают. Собаки находят хозяев новых и не болтаются на улицах. Не размножаются, не болтаются на улицах. Помогают волонтеры. Со всеми питомцами вы можете ознакомиться на сайте приюта. Не стоит бояться собак и обижать их. Не по своей вине они оказались на улице. Помогите им обрести свой дом. Совсем немного остается времени до торжественного открытия здания новой детской поликлиники. Новоселье в комфортабельные кабинеты с новой мебелью и оборудованием. С нетерпением ждут не только врачи и медсестры, но и маленькие пациенты вместе со своими родителями. О том, как идет капитальный ремонт и что еще осталось доделать строителям, смотрите в нашем сюжете. Узкие коридоры, маленькие кабинеты, старое мебель и оборудование. К такому унылому виду детского медицинского учреждения привыкло не одно поколение электрогорских детей и родителей. Для Электрогорска, для тех условий, в которых сегодня работает детская поликлиника, конечно, то, что здесь происходит, те работы, которые выполняются, это очень важно и очень значимо. Процесс реанимации давно пустующего здания начался еще при предыдущем главе города Игоре Красавине. Перед началом капитального ремонта сначала пришлось оформить документы на строение, поставить объект на баланс больницы, провести теплоэнергосети, выполнить монтаж современной вентиляционной системы. Каждые 2-3 дня мы продвигаемся достаточно вперед и вперед-вперед. Уже готовы потолки, идут покраска стен, где-то уже полностью готовые кабинеты есть. Идем по графику, в ближайшее время объект будет уже закончен. Выполнена новая сеть теплоснабжения, водоснабжения, горячее водоснабжение. Пока есть проблемы по устройству внешней канализации. Хочу заметить, что эти все сети мы делаем за счет небюджетных источников, с помощью наших городских предприятий, МУПов, организаций. Мы не можем никак понять и определиться, в какую сеть теплоснабжения, в какую сеть канализования нам сейчас произвести врезку, потому что тут есть определенные трудности технического характера. Но я думаю, что все до конца декабря будет решено, и мы эту работу закончим. На сегодняшний день здание почти отремонтировано. Более 50 человек ежедневно и практически круглосуточно доделывают внутренние и наружные работы, благоустраивают территорию, проводят электрику. Все работы находятся на особом контроле у главы города Дениса Семенова. Два-три раза в неделю мы приезжаем, держим объект на особом контроле. Я лично здесь от подвала до чердака все проверяем, смотрим. Ну, качество достойное, качество делают. Ждем приобретения оборудования, мебели, завершения всех работ. Будем открывать. Перед руководством больницы и администрацией города сейчас стоит самая завершающая задача перед тем, как двери новой поликлиники откроются для первых пациентов. Самое главное, что Электрогорская городская больница уже готовит полностью весь комплект документов для проведения аукциона на приобретение мебели, оборудования и оснащения вот этой здании детской поликлиники первоклассной техникой, чтобы здесь был один единый комплекс для всех врачей, для наших детишек, для родителей, которые приходят. Здесь им была оказана та помощь, с которой они обращаются. В студии была Ольга Костина. Хороших вам выходных. До встречи на канале ТВЛ.